Продолжение следует... 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 любого бренд-менеджера. Любой новый тренд, который появляется в интернете, всегда наталкивается на эту простую фразу. Это никогда не купят. Так было абсолютно со всем. Так было с социальными сетями, когда бренд-команды не понимали, зачем туда нужно идти брендам. Так было с игровыми приложениями в социальных сетях. Так было с YouTube. Так сейчас с Instagram, Covb и прочими микроконтентными социальными сетями. Это закономерность рынка. Рынок либо делает то, что уже всем известно, и то, что эффективно работает, либо то, что рынку продиктовали региональные офисы и люди, принимающие решения на глобальном, на мировом уровне. Слава Богу, что моя работа в диджитал-сфере позволила охватить все эти этапы. И я видел, как все эти каналы коммуникации постепенно включались в компании и крупных брендов. И игровые приложения, и YouTube-видео, и социальные сети. Если говорить про YouTube и конкретно видео в интернете, то еще 3,5 года назад ни один крупный бренд в этом направлении не шел. Никто не снимал сериалы для YouTube и для интернета. Никто не делал большие промо-ролики, опять же, для YouTube. Мало кто делал размещение в площадках, которые являются дистрибьюторами видеоконтента. Но, тем не менее, все это развивалось и, наконец-то, выросло в полноценную сферу, в которой работает наше агентство, которое называется Digital Video. И я надеюсь, что мы приложили к этому немалый вклад. Что же касается микроконтентных социальных сетей, таких, например, как Instagram, Coop, Vine и прочее. Что можно сказать про них? Сейчас все об этом говорят. Во-первых, вот кто из вас есть в Instagram? Поднимите руки. Прекрасно. Какой контент вы там размещаете? Свой личный, который вам нравится, да? На скольких людей в среднем вы подписаны? Ну, человек 100, наверное. Это ваши друзья, плюс те, кто хорошо публикует контент, кто вам нравится. Это отличная социальная сеть для демонстрации продукта, особенно в бьюти-направлении. И многие двигаются в этом направлении как на Западе, так и потихоньку в России. Но, тем не менее, это до сих пор такая темная лошадка, как и вообще мобайл-рынок, про который говорят десятки спикеров. Но, тем не менее, почему-то компаний в нем мало. Например, чтобы не быть голословным, начинать с конкретных кейсов, покажу вот такой вот простой проект. Все знают бренд Venus Juliet. Venus бренд ориентирован на красоту женских ножек. Они никогда не называют женские ноги ногами, называют их ножки. Потому что должно быть красиво. Потому что почувствую себя богиней, и это должно чувствоваться во всех уровнях коммуникации. Запустили полноценный конкурс в Инстаграме, в котором все, что было нужно сделать, это скрестить ножки, как на рекламе, и сфотографировать это на Инстаграм. Простая задача, простое решение, хорошие призы. Работ было прислано достаточно, гораздо больше, чем в обычных конкурсах. И самое интересное, что к этому конкурсу подключились мужчины, и 15% скрещенных ножек, высланных брендом, это были мужские ноги. Не бритые, слава богу, но тем не менее. Конкретный пример использования микроконтента для продвижения бренда. Опять же, очередная форма коммуникации с целевой аудиторией. Потому что любое рекламное агентство и любой бренд ставят свои задачи эффективно донести рекламные сообщения для целевой аудитории. И здесь конкретный пример этого использования через Инстаграм. Теперь вернемся к России, матушке, и поймем, что такое быть в тренде. Этим вопросом многие задаются как агентству, так и людям. Что же это такое? На самом деле, понятие тренд можно разделить на две категории. Первое – это тренд для тех, кто его создает. И второй – это тренд для тех, кто его использует. Если первый случай для создателей, главное – тренд создать, то второй – для рекламных агентств и брендов вовремя его заметить, правильно его использовать и понять его эффективность. Вроде бы все идеально. Но для того, чтобы это сработало, должны быть три категории «если». Первое – если это понравится клиенту. Первое – если это впишется в его бюджет. Ну и третье – последнее – если он его купит. В итоге на российском рынке складываются прекрасные ситуации, которые можно показать в формате «Леги супергероев». Представьте, что у нас есть три категории. Создатели трендов, продажники трендов, число которых я, надеюсь, отношу себя, и покупатели трендов – бренды, которые реализуют свои рекламные кампании. Посмотрите на эти три категории. И вот у нас на рынке появился новый продукт – паутина. Рынок говорит – новый продукт. Тут плохо видно, поэтому буду говорить. Новый продукт – паутина. Агентство. Паутина 100 долларов предлагает это бренд-команде. Бренд-команда говорит – о, паутина, круто. Но сейчас денег нет, запланируем на следующий год. Наступает следующий год. Рынок говорит – паутина больше не в тренде. Появился новый тренд – мутаген. Агентство. Ребят, новый тренд – мутаген. Работает лучше, чем паутина. И что отвечает бренд? Мы уже запланировали паутину. И ничего менять не собираемся. Так происходит всегда. Поэтому, если вы работаете в рекламной индустрии, именно на стороне агентства, вы должны в первую очередь развивать тренды, во вторую очередь не забывать, что пленинг всегда опаздывает на год. И для того, чтобы зарабатывать деньги, нужно продавать то, что клиент может купить. Абсолютно верно. Поэтому то, о чем я буду рассказывать сейчас, это ни в коем случае не тренд. Это уже работающий канал, который собирает значительные бюджеты по сравнению с тем, что он собирал два года назад. Растет в геометрической прогрессии, которую мы называем «диджитал видео». И для того, чтобы его как-то показать с конкретного лица, я приложил фотографию Стаса Давыдова. Кто из вас знает Стаса Давыдова? Раз, два, три, кто еще? Четыре, пять, шесть, семь, восемь. Кто этот человек? Он видеоблогер. Он делает видео для интернета. И он является прекрасной площадкой для продвижения конкретных задач бренда. Почему он является прекрасной площадкой? Потому что ваша аудитория, да и вы сами, это аудитория, которая ежедневно получает бесконечный поток информации. Бесконечно. На него направлены тысячи рекламных сообщений. На него направлены посты и коммуникации от его друзей. Он просто сам по себе потребляет какой-то контент. И для того, чтобы выбиться из этого бесконечного потока, нужно выходить туда, где он, а, не ожидает, Б, где он лоялен, С, где он может глубоко посмотреть рекламные сообщения. Где он может не просто его увидеть и перериснуть, а посмотреть до конца и осознать, что уже до него хотели донести. Вы можете спросить, вот ты рассказываешь про диджитал-видео и вообще про тренды. А что вы на самом деле сделали? Ведь, может, ты просто сюда зашел, украл у кого-то билет, и на самом деле ничего из себя не представляешь. Может быть. Поэтому я принес вам шоунил нашего агентства, в котором, обратите внимание, 60% работ для различных брендов различного уровня реализованы именно в направлении в диджитал-видео. Готовы смотреть? Я думал, скажешь, да! Давайте, что, готовы смотреть? Да! Поехали! 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 Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Если вы обратили внимание, то довольно-таки много крупных брендов, и, например, с тем же «Проктором» мы работаем исключительно в направлении видео. Как это происходит? Расскажу на конкретном примере. Кстати, много людей вы узнали из видео, если говорить о видеоблогерах и интернет-серебрицах. Наверное, там процентов 15-20, в том числе Стас. Сегодня утром мы выступали на старте карьеры, где приходили школьники, как раз целевая аудитория для многих рекламных сообщений. Узнаваемость вот этих вот звезд в интернете была около 95%. То есть это то, что мы с вами не до конца осознаем, а они прекрасно понимают и готовы внимать этим людям. Кто стоит там, пожалуйста, проходите, присаживайтесь, у нас есть свободные места еще, и мы даже за это не берем деньги. Вроде бы. Итак, разберем на конкретном примере. Не берем. Посмотрим. Разберем на конкретном примере. Есть прекрасный бренд Head & Shoulders. Многие мужчины про него знают, также знают женщины. Бренд с историей, бренд крутой. И вот задача бренда была выход на более молодую аудиторию, на коммуникацию с ней и донесение основных преимуществ продукта и новые коммуникации, стать на голову выше. Что мы предложили? Мы предложили использовать известных ютуберов, которые в рамках проекта учатся чему-то абсолютно новому и становятся действительно на голову выше. Как это выглядело, я покажу на конкретной работе, которую мы посмотрим, потом тоже к ней вернемся. Это был сериал, который состоит из 20 или 11 серий. Каждая серия была мастер-класс и основные звезды, которые проходят через этот мастер-класс. И я смотрю, что сегодня не пройдется страшный сон. Ко мне подъехал маленький человечек на велосипеде и предложил мне сыграть в игру. Что оказалось, я вещь. Сегодня я буду кататься на велосипеде и мне будет очень больно. На самом деле, я даже не хотел бы учиться кататься на бренд. И он, этот шок, даже предложил мне всем пить. А поможет мне в этом Оскар Сарк. И он, этот шок, даже не хотел. 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 Ну, для начала просто попробуй поездить по парку. Это можно было бы закончить мое сегодняшнее выступление. Мы не будем смотреть ролик полностью, чтобы вас выставлять, а кто захочет, что идет в интернете. Вкратце у Стаса все получается, и помимо того, что он... Фотографирует себя в Инстаграм. Он становится на голову выше. Научился кататься на BMX и стал на голову выше. Сразу же стоит отметить, что это размещается на брендированном канале Хеленшопеса и набирает в среднем около миллиона просмотров, с учетом нелегальных перепостов, так скажем, с других сообществ. Новый формат накладывает новые требования. То, что актуально как раз для вас, молодой человек. Когда мы снимаем видео, нужна полноценная команда для съемок видео. Это и сценаристы, и режиссеры, и монтажеры, и операторы, и вообще все категории людей, работающих в этой сфере. Чем качественнее видео, тем лучше. Но, опять же, стоит отметить, что это видео живет по другим законам, не по тем законам, по которым снимают кино. Например, когда мы выступали перед кино в доме кино на конференции, и показали эти кейсы, где-то 15 минут мы слушали, как люди из кино критикуют. И говорят, это плохо, это не так, сценарий слабый, сценарий провисает, это вообще не интересно, так не снимают. И вообще, что это за главный актер? А вот этот главный актер и приводит миллионы просмотров, потому что интернет-аудитория по-другому воспринимает сообщения. Ей нравятся другие шутки. Например, вы поняли шутку с коленкой, когда он упал? Я не понял, когда его видел в сценарии. На самом деле, это пародия на мультик «Гриффины», где Питер Гриффин падает и ноет пол серии, что у него болит коленка. В комментариях 25% пользователей, которые оставляли комментарии, упомянули этот мультик. Аудитория живет своими мемами, своими историями и по-другому воспринимает реальность. Поэтому общаться не нужно этим языком. Если раньше, 5-7 лет назад, медленно интернет диктовал текстовой формат общения, чуть позже картинки, мемы, то сейчас скоростной интернет даже с мобильных устройств позволяет общаться с аудиторией в формате видео. А видео позволяет, во-первых, глубже вовлечь аудиторию, а охватить не меньше. Глубина просмотра средняя на такие ролики от 80 до 86%. То есть, вы представляете, он длится там 6 минут, и вот 5 минут из этих 6 минут аудитория смотрит брендированные сообщения от Стаса и от бренда. Это очень глубокий уровень вовлечения. Но я не мог показать еще один кейс, не мог не показать еще один кейс. Кто-то его уже видел. Дело в том, что в прошлом году к нам обратилось одно, так скажем, средство для повышения мужской потенции, для которой мы решили тоже придумать определенный формат видео. В качестве промоушена это видео мы отправили на фейк-фестиваль, фестиваль рекламных кейсов фейковых, который тоже представляет определенный формат, и который заняло второе место. Заняло бы первое, но, к сожалению, председатель жюри хотел бы его вообще выкинуть из этого фестиваля. Что было приятно, по крайней мере, во всех информационных СПИ упоминалась работа, которая заняла первое место и самая скандальная работа, которую я вам сейчас покажу. Сразу же хочу отметить, что если вы против пошлости, то лучше закрыть глаза и не слушать. Но тем не менее, надеюсь, что вам понравится. Все старше 16-ти здесь? Кто младше, поднимите руки. Да, хорошо. Закройте глаза, пожалуйста. Смотрим? Настало время, когда редкая мужская рука все чаще дает боль. И если раньше мужчина соврели со своим лучшим будем в 40-50-х, то теперь мы понимаем, что он возникает уже в 20-х. А то и раньше, в тысячи лет, на каждой машине, когда они вернутся в отношении со своим лучшим. Но времена извините. И теперь в 40-х. Варнии появился новый тут, мобильный телефон. А на мобильном телефоне все играют в теле. Помните, как мы по детской городке гоняли в мире детских и подростков ночи? Гоняли перешком? Гоняли, кто? Гоняли, лежа в постели. Но мы выросли. И оказалось, что сами занятия со мной являются слишком несолидными и даже немногим способом для взрослого мужчины. Но, призвайте, старое занятие было на мобильном телефоне на мобильном телефоне. Позвольте же представить, что блокнотурка займёт вас, позволяя получить способ на имму удовольствия, что знакомы вам с детства. Змей-консидент. Новая субъекта. Управляя своей змеей, уворачиваясь от препятствий, получая чипно, хотя бы не побороться, зарегистрировать свой аккаунт в ВК или аккаунт в Фейсбуке, данный приводы. И в игре появятся волосы, боевых служат, а также садоковник, великолеп, бороться. Наконец, кто-то узнает, чьи волосы узкие, а чьи широкие, как аргумент. Чьи волосы над аргументом посещают, а чьи прохлады, как будто неверные. Защитие свою змею, барафан, или выдаешь дополнительные искажения, все в своих руках. А чьи ухлады, тогда эти люди всегда нам придадут свои змеи силы, и позволят пробить самый крепкий и незасутный ворот. Вместе говорится, чем грех, чем ворот, чем плач, тот, что за ним. Ты давай произвести к ускорению. Считаешь себя слишком, что стеснителям не умеет. А может, ты еще пока не надо дождаться, ни разу не заходить, в плане. Ты сможешь, мы верим тебе. Купи игру прямо сейчас, и твоя садка восьмейка будет на десять сантиметров длиннее. Подказывай все, пожалуйста, твоя докладница тут же. Пробал бачья. Вот, надеюсь, что вам понравилось. Опять же, формат видеокоммуникации с аудиторией. Формат, формат. Видео, видео. Кто-то спросит, но это же направлено на более молодую целевую аудиторию, правильно? Сработает ли это на взрослых? Ну, во-первых, что такое взрослые? Мы с вами взрослые люди, но нам, вроде бы, интересно и запоминается. Во-вторых, по исследованиям некоторых брендов не смогу их упоминать сейчас, однако, их целевая аудитория сильно молодеет, и препарат позиционируется не просто как лечащий от дисфункции, но усиливающие ощущения от половых актов. Скажу так. Поэтому компания была направлена вполне цельно, точно и сработанно. На этом мы закончим рассказ про диджиттл видео. Я думаю, что если у вас есть какие-то вопросы, мы можем их обсудить либо сейчас, либо в конце. Но сейчас мне бы хотелось вам рассказать про тренды. Как сделали? Вопросы обсудим сейчас или в конце? В конце? Хорошо. Тогда говорим о трендах. Те, кто внимательно меня слушал с самого начала и сидел на местах, а не стоял, наверное, уже догадались, что я буду говорить про микро-контент. Про такие социальные сети, как Instagram, Vine, Code и прочие. Но перед этим хочу отметить, что 40% просматриваемого видео на YouTube это контент с мобильных устройств. 38% заходящего трафика ВКонтакте это тоже посетители с мобильных устройств. Канал потребления и условия потребления диктуют совершенно новый формат коммуникации. И если раньше можно было писать и делать длинные видео, то теперь с телефона все люди чаще всего смотрят короткие видео и короткие картинки. Точно так же в Instagram вы зашли, и вы можете за 5, за 10, за 15 секунд просмотреть всю информацию про то, что постят ваши друзья. Не нужно ничего считать. И понять, где они отдыхают, что они едят, что они пьют, с кем они встречаются, куда они летят и так далее. Теперь никому не интересны длинные текстовые посты. Я проверял это на собственном опыте и в своих социальных сетях. Но не только я, естественно. Всем нужно короткое сообщение, которое зацепит. Всем нужно не просто текст, но какая-то картинка, а еще лучше видео. Например, вместе со студентами из вордшопа мы пробуем видеоформат в рамках рассказа о прошедших лекциях. И я уверен, что это работает гораздо лучше, чем если бы я текстом написал, о чем рассказ. Люди хотят смотреть, люди хотят коммуницировать с каналом коммуникации, коммуницировать с каналом коммуникации, общаться с тем, что они видят, а не просто читать текст. На чтение текста не остается времени ввиду бесконечного потока информации, про которую мы говорили. И в этот момент социальные сети с микроконтентом набирают обороты. Почему? Потому что это просто, потому что это быстро, потому что тебе не нужно много времени для просмотра чего-либо, потому что Вайн позволяет тебе за 6 секунд увидеть, осознать, посмеяться, пойти дальше. Это жизнь на высоких скоростях, которая находит свое представительство как раз и в социальных сетях. Вы знаете все эти социальные сети или остановились на каждой чуть подробнее? Хорошо. Инстаграм. Все знают, что это фотографии, все знают, что это короткое видео. Инстаграм, который купил Facebook за баснословные деньги. Вроде бы сервис для публикации фотографий. Если говорить про видео, то это сервис видео 10-ти секундного характера. Если говорить про Вайн, то это сервис видео 6-ти секундного характера. Если говорить про КОП, то это зацикленные видео, могут быть 18 секунд, если я не ошибаюсь. на которые чаще всего накладывается музыка. Что стоит отметить? На сайт КОПа заходит 2 миллиона человек, если я не ошибаюсь, в месяц. Однако расходится это 200 миллионов за счет шеров и вирусного эффекта. То есть, короткий контент позволяет его легко распространять и легко делиться. Даже в социальных сетях его можно использовать как комментарий. Многие бренды и многие агентства рассказывают о политике ведения сообщества в социальных сетях. политики использования контента. На самом деле, самый оптимальный и быстро распространяющийся контент для социальных сетей вот он. Вспомним 2 года назад. Бренды накапливали активную аудиторию в своих социальных сетях. Боролись паблики. У кого 100 тысяч человек, у кого 500 тысяч человек, у кого миллион человек. Сбербанк бился за то, чтобы стать самым крупным брендированным сообществом ВКонтакте. Что сейчас с этим делать? Аудитория, которая раньше просматривала сообщения от бренда, идет и смотрит МДК. Почему? Потому что это весело, просто и глупо. Как заинтересовать аудиторию? Вот отличный канал для коммуникаций. И опять для того, чтобы не быть голословным, мы покажем, я покажу, конкретные кейсы, которые были реализованы в рамках этих социальных сетей. Например, вот начнем такой. Была конкретная задача, был... Давайте сначала посмотрим, потом расскажу. Давайте еще. Ну и третья. Последний. Вы узнали бренд? Тайв. Что это было? Это был специальный ролик, снятый к Хэллоуину. Короткий, который разошелся, его посмотрели около миллиона человек. Короткие 6 секунд, которые нам даже кажутся иногда нелогичными. Однако, сыграно в тему, обыграны понятные фильмы. Какой? Звонок. И присутствует бренд крупно в конце подшота. Чем не рекламное сообщение? Абсолютно реклама, стандартно адаптированная под формат интернет. Теперь идем дальше и посмотрим, можно ли в таком коротком формате образовывать аудиторию. Бюджет на этот ролик копеечный, абсолютно не сравнимый с другими. Просмотров он на вылазе на швейс около 200 тысяч. Просмотров. И у него была одна четкая задача – донести, что порошок и ополаскивать, ополаскивать лучше работают вместе. В это время Тайт спонсировал одно из американских шоу, посвященных катанию на льду. Что они сделали? Они взяли и нарядили баночки в костюмы таких вот артистов и сняли этот ролик. Продакшн простейший, стоимость низкая, охват аудитории большой. Разходится тоже просто. И опять же это понятно аудитории. В шестисекундном ролике образовать, что лучше всего их использовать вместе. И так можно достигнуть большего результата. Как можно использовать микроконтент для анонсирования мероприятий? Например, вот так вот. Все узнали фильм «Великий Газбек». К сожалению, мне почему-то не подкружается звук. Но опять же, формат микроконтента на том же колбе для показывания ярких моментов с мероприятий очень актуально. Это интересно смотреть, под музыку это красиво смотрится и этим легко делиться. Ну и закончим на последнем, моем любимым героем. Кто-нибудь знает Пашу Микуса? Да. Кто знает? Ух ты! Что вы про него знаете? Он снимает короткое видео. Паша Микус – самый известный байкер в России, единственный и неповторимый. Его основная целевая аудитория, тем не менее, девочки от 15 лет до 50. Его действительно смотрят. Он смешной, он понятный, он работает в формате 6-секундного видео. Это видео расходится просто невероятным вирусным эффектом. Если в Вайне у него 100 тысяч подписчиков, то у него в паблике около полумиллиона подписчиков, и каждое видео в YouTube набирает от 100 тысяч просмотров. Пожалуйста, отличный канал для интеграции любого бренда, для размещения брендированного контента. Как пример, покажем один ролик. Обратите внимание, он не коммерческий, просто Паша его снял так, сам по себе. Однако в нем присутствует продукт и доносится четко на подсознательном уровне сообщение продукции. Все. 200 тысяч просмотров. Идеальный формат коммуникации с аудиторией. Идеальный формат контента для паблика в социальных сетях. И очень красивый Паша Микус, которому привлекают просто девушек как магнит. Идем дальше. Немного выводов. Как-то быстро получилось все рассказать. Я надеюсь, что у нас будут вопросы, с которыми мы подольше пообщаемся. Основные выводы. Для того, чтобы быть в тренде, нужно его создавать и вовремя замечать. Самое главное, нужно иметь возможность правильно оценивать эффективность применения тех или иных каналов. Дорогой проект не всегда эффективный. Эффективный проект не всегда дорогой. Делайте видео и будьте в тренде, господа. Большое спасибо за внимание. А теперь давайте приступим к вопросам. Поговорим о том, что вам интересно. Можно я вернулся к видео со Стасом Девыдовым? Нет, не обязательно. Здесь просто. Я вижу там рекламу проектирования Стаса. Я не понимаю, с церкви, с как он шел будет с трудностью. У меня ее нет. Отвечу. Взаимосвязь с брендом производилась через три категории. Первая интеграция в сам ролик. Я его не показывал полностью, однако Стас там не объезжает объекты. И, например, в ролике про скалолазание, это еще один ролик, он залезает на скалу и ставит там флаг Кэнк Шолдерса, потому что он стал на голову выше. В других роликах с другими актерами некоторые герои даже мыли голову, и после этого у них что-то получилось. Это первое, интеграция в выпуске. Второе. Это видео размещалось на канале Кэнк Шолдерса. Сразу же стоит отметить. Третье. Это видео размещалось во всех представителях Кэнк Шолдерса. И везде Стас упоминал о том, что он работает с брендом. Здесь, безусловно, нет крупных ни пэкшотов, ничего такого, но это и не было задачи. Аудитория воспринимала бренд и понимала, какое сообщение бренд должен принести. Однако, опять же, отмечу, что по таким роликам количество дизлайков составляет всего 10-15%, что очень мало для брендированного ролика. То есть, получается, что ролик рассчитан на младенцы, после того, что он не упоминал. У нас людей очень хорошо, да? Мы с тобой смотрим на какие-то дизлайки. Все зависит от продуктов. Это рекламная коммуникация рассчитана на 20-летних. То есть, у них идет на омоложение и на более креативный подход. До этого, да, они были рассчитаны на более старше. Это на молодых ребят. Поэтому мы с нас довольны. — Есть ли лифт, который задумывается и перешли, что он продумывается в видеоблога? — Конечно, конечно. Когда приходит к нам бренд, к примеру, задача, он всегда пишет в своем брифе целевую аудиторию. И уже отталкиваясь от этого, мы подбираем видеоблогера, если ему интересны видеоблогеры. — Есть видеоблогеры, знаете, и подсказывают? — Есть, например, кто смотрел фильмы с переводом «Гоблина». Помните такие были? Все смотрели. Он сейчас ведет успешный, полноценный блог в интернете. Каждый выпуск, который он набирает, от 100 тысяч просмотров. Сплит его аудитории от 30 лет значительно, там около чуть ли не 40% его смотрится. Вот пример. То есть любая задача требует решения, и это решение можно подобрать. Все? — Еще как, если оптимальная какая-то семинар, если там 10 секунд, если 10 секунд, если вы говорите, какая оптимальная какая-то семинар, тогда 100% получит, хотя бы 90% просмотров. Все зависит от того, насколько интересен ролик. В интернете мы не рекомендуем снимать видео более 6 минут. Именно в YouTube. Если это микроконтент, то он диктуется уже форматом площадки. А так 6 минут. Например, мы один раз промотировали организацию «Fight Night» «Бои». И устроили там драку двух известных видеоблогеров на «Автопати». Ролик длился 15 секунд, был размещен на YouTube, набрал 2 миллиона просмотров. Просто из-за того, что два блогера подрались на это мероприятие. Если, например, вы хотите запустить сериал, тоже пример решения задачи брендов, тогда он не может быть коротким. Ну, вернее, может, но, тем не менее, это тогда уже вайли какой-то короткий сериал. Чаще всего сериал длится 6 минут, 7 минут. Да, у Паши Микуса есть такие примеры про его взаимоотношения с девушкой, в которой он тоже играет. Нет за что. Все? А, угу. Можно у Вас рекомендацию с Вашей стороны точку зрения узнать? Что еще раз? Вашу точку зрения, который заменил Twitter 140. Ага, мы с вами тут расскажем, что есть был YouTube. Сейчас ролик видите, но уже из всего-то уже. Аудитория либо дупей, либо в связи на их буду. Что происходит в этой даче? Я считаю, что YouTube никуда не пропадет. YouTube будет развиваться. Произойдет тесность летения, оно уже происходит YouTube из стандартного телека, когда звезды с YouTube выходят на телевизор. То же самое, конечно, сейчас происходит с Карамбет ТВ и Макстом 100500, который ведет свое шоу на канале Перец. Ведущие из интернета будут приходить в телевизор, ведущие из телека будут приходить в интернет. Сейчас, в принципе, наблюдается, например, в промотировании фильмов. Когда выходит какой-то фильм, звезды из этого фильма снимаются и участвуют вместе с известными видеоблогерами. То же самое происходит с музыкой и со всем прочим. Просто появляются каналы, которые решают конкретную задачу. Например, если ко мне обратится клиент и скажет, что у нас есть миллионный паблик в ВКонтакте, нам нужен крутой контент, то я им предложу взять и делать микроконтент с Пашей Микусом. А если ко мне обратится бренд и скажет, нам нужно запустить ролик, который расскажет о запуске новой бритвы, то я им предложу снять ролик со Стасом Давыдовым на YouTube. Чем больше каналов, тем больше вариаций для решения конкретных задач. Будущий за YouTube и за микроконтент. А в ваших роликах есть на свой 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 анимации? Вообще, анимации? Анимация и видео. Два года назад мы делали, два с половиной, ролик анимированный для Unicredit банка, где рука рисовала и визуализировала то, как услуги банка приходят в конкретную жизнь. То есть, например, раньше мы стояли в очереди, в очередях для того, чтобы заплатить за коммунальные услуги, потом рука берет пластик, стирает, теперь это не нужно, появилась карта. И через мобильный банк вы можете это платить. Визуализация в формате инфографики, комиксов и прочего, она гораздо проще для восприятия, чем стандартное обучение. Это относится ко всем. К мобильным операторам, к путешествиям, к сервисам путешествий, к чему угодно. Через анимацию инфографику гораздо легче что-то объяснить и донести до аудитории. Плюс это легко запоминается. Опять же, это касается и инструкций. То есть, недаром сейчас кулинарная, например, кулинарная тема подается в формате картинок или инфографики. Так легче понять, что есть в начале, что есть в конце, какие этапы проходятся. Поэтому мы тоже активно работаем с визуальной графикой. Это ярко, это запоминающееся и удобно тем, что она может размещаться как в интернете, так и на обычных носителях. Например, на мониторах в центрах продаж или в банке и так далее. То есть, это обязательно будет актуально для банков, для мобильных операторов и для тех, кому надо рассказать о своих сервисах. Обучите аудиторию. Все? Больше никто ничего не хочет спросить? Ну и отлично. Я надеюсь, что вам понравилось, ребят. Если что, я еще здесь готов ответить на какие-то вопросы личного характера. Шучу. И спасибо вам за внимание. Спасибо. Спасибо. Спасибо.